Итак, снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Теперь уже на камеру начинаем наш вебинар, который называется «Университетская библиотека онлайн для читателя, преподавателя и студента». Для читателя, преподавателя и студент ВБС. Я хотел бы отметить, что те, кто хочет скачать презентацию, могут это сделать в разделе «Общедоступные ресурсы», включив этот раздел, это окошко справа от презентации. Включить его можно, нажав на кнопку в виде серой папки в правом верхнем углу в ряду кнопок управления вебинаром. Ну что ж, поговорим об университетской библиотеке онлайн. Университетская библиотека онлайн – это ведущий флагманский проект компании «Директ Медиа». Все остальные проекты являются в некотором смысле производной от этого проекта. Компания «Директ Медиа» существует уже достаточно давно. Мы занимались контентом и электронным, в том числе и электронным контентом, очень давно на разных носителях. И университетская библиотека онлайн – это, в общем-то, как проект, созданный для агрегирования контента для вузов, является логическим продолжением той контентной деятельности, которую мы и раньше осуществляли. Ну, уже университетской библиотеке онлайн скоро будет уже 10 лет, ну, может быть, чуть поменьше. Вот. Но она развивается, и вот о последних этапах ее развития сегодня в том числе расскажу. Сегодня мы будем говорить... Да, университетская библиотека онлайн, она, конечно, достаточно могуча, в том смысле, что рассказать за один раз обо всех ролях университетской библиотеки онлайн не удастся, поэтому сегодня мы будем говорить о ролях преподавателя и студента как о конечных пользователях нашей системы. Давайте сразу дам вам информацию, кого интересует более глубокий взгляд на университетскую библиотеку онлайн с роли администратора, вузовского администратора-библиотекаря. Вот будет мой вебинар, который будет проходить 27 ноября. Вот. Это, ну, более чем через месяц. Вот. Который будет называться «Функционал и сервисы администратора-библиотекаря университетской библиотеки онлайн». Вот. Там мы поговорим о том функционале, который существует в старшей роли в университетской библиотеке онлайн. А сейчас о конечных ролях. То есть преподаватель и студент имеют почти равные права. Преподаватель чуть больше, чуть выше в иерархии ролей. Но примерно одно и то же. Сегодня мы не будем делать между ними различия. Поговорим о том функционале, который для всех читателей существует. Читатель для нас, разумеется, это главное лицо. Несмотря на то, что непосредственно работаем мы с библиотекарем, как правило. Они являются заказчиками нашими. Без, собственно, нельзя работать на библиотекаря. Надо работать на конечного читателя, потому что ради него, собственно, и создается библиотека. Функционал ЭБС, по большому счету, если его свести, если убрать все полезности и рюшечки, это возможность зайти, найти и почитать. Если этого нет, то все остальное не нужно. Вот сегодня об этом, собственно, функционале и поговорим, но чуть-чуть подробнее. Возвращаясь к неким цифрам о нашей университетской библиотеке онлайн, что мы сейчас из себя представляем? Агрегируются у нас, вот по последним данным, которые я со счетчика снял, 134 тысячи книг, более 450 вузов подписчиков в многих странах, включая страны дальнего зарубежья у нас есть. Не говоря уже о странах ближнего зарубежья, где мы представлены достаточно широко. Более... Прошу прощения. Более 400 издательств с нами сотрудничают. Из них примерно около 150 издательств. Это вузовские издательства. Из них 60% издательств так называемые учебные двадцатки, определяющие рынок учебников, ну и прочие большие цифры, сколько у нас книгообращений и так далее. Несмотря на то, что я только что говорил, что наша университетская библиотека онлайн является флагманским продуктом, у нас есть такой слоган, который мы часто употребляем. Это то, что университетская библиотека это больше, чем ЭБС. Мы пытаемся нарастить вокруг нашей ЭБС сервисы и дополнительные проекты, которые ее существенно улучшают и каким-то образом переводят немножко в другой в другой эшелон. Так вот, что это за сервисы, и что это за проекты, и что это за принципы? Во-первых, принцип не только книга, то есть различные формы электронного контента, включая мультимедиа контент, который у нас присутствует. Различные интеграции со сторонними решениями, такие как детектор плагиата. Конкретно мы интегрируемся с антиплагиатом известной компанией и известной технологией. Причем интегрируемся двумя разными способами. Об этом я больше говорить не буду, поэтому скажу сейчас. Вообще у нас в планах пригласить снова антиплагиат к нам, чтобы они рассказали о себе и о нашей интеграции. интегрируемся двумя способами. Если ваш вуз не подписан на антиплагиат, тогда вы все равно имеете возможность проверять бесплатно загруженные работы студентов по текстам, представленным в нашей ЭБС. А если же вы подписаны на антиплагиат, прямо из нашей ЭБС можете проверять работы по всей базе антиплагиата. У нас есть открытые, абсолютно открытые и в основном бесплатные проекты Артпортал и Энциклопедию. Артпортал, правда, подписной формат, в котором большая часть бесплатная, но есть и платная часть. Энциклопедию полностью бесплатная часть. У нас есть возможность печати по требованию, то есть книги могут быть распечатаны в технологии Print on Demand и в виде твердой копии предоставлены тому, кто хочет. Для преподавателей у нас есть возможность продвижения в РИНС, если они являются нашими авторами. Впрочем, об этом будет особый вебинар у меня. Я сейчас его не выписал, а, впрочем, давайте это достаточно быстро сейчас я найду этот да, вот, нашел. Будет он в декабре. Вебинар специально для преподавателей авторов и будет этот вебинар называться так. Минутку, копирую в чат. Вот так он будет называться. Издательство Директ Медиа и преподаватель работаем вместе над электронным учебным изданием. Сегодня мы больше этой темы касаться не будем, а 19 декабря я подробно остановлюсь на этом вопросе. Если среди вас есть преподаватели, которые хотят стать авторами, вот этот вебинар будет для вас. Ну и, собственно, последней строкой идет наша Директ Академия, в которой вы все сейчас находитесь. Наверное, мало кто из ЭБС, ну, ЭБС проводит, конечно, вебинары, но в таком объеме и с такой сверхзадачей, как у нас, вы не встретите вебинарные площадки ни в одном агрегаторе крупном, и даже гораздо крупнее наших. У нас беспрецедентный объем вебинаров, не только по теме нашей ЭБС, но и по самым широким тематикой. Мы занимаемся просветительской деятельностью в вузах, школах, библиотеках и так далее. То есть, это огромная просветительская площадка, которая дополняет наши возможности ЭБС. Чем же мы отличаемся от других? Ну, кроме вот этого взгляда, который мы называем больше, ЭБС. Ну, во-первых, мы универсальный ЭБС, в отличие от некоторых частных ЭБС, которые занимаются узкими проблемами, и, конечно, в этих узких проблемах их трудно обойти, но мы универсальный ЭБС, и с точки зрения универсальный ЭБС, у нас, если сравнивать с другими универсальными, больше ведущих и уникальных издательств различных. У нас шире представлены гуманитарные дисциплины, и в этом смысле, наверное, нас трудно переплюнуть. В частности, экономика, управление, финансы, бизнес и так далее. Ну, экономику, можно ли ее причислить к гуманитарным дисциплинам, не знаю, там математика достаточно серьезная, а вот, ну вот, одной строкой у меня идет. Ну, и у нас не надо забывать, что Директ Медиа это не только агрегатор, но и издатель. Мы издаем много собственных книг и помещаем их в свою ЭБС, и в этом смысле мы еще и издательство агрегатор. Эти книги, разумеется, все появляются у нас в электронной библиотечной системе. Ну, что ж, теперь вернемся на нашу главную страницу и попробуем посмотреть, что на ней происходит. Примерно летом произошло, произошли очередные изменения нашего дизайна, ну, не только дизайна, но и структуры. Структура стала более стройной, мне она теперь более нравится, а дизайн стал более аскетичным, плоским и современным. Это тоже мне очень нравится, потому что в старом дизайне были некоторые элементы старого видения, дизайнового видения, такие как тени там всякие. Здесь вы видите нормальный плоский дизайн, который в настоящее время является ведущим словом в дизайне. Итак, давайте посмотрим, я тут для вас обвел рамочкой и пронумеровал. На самом верху, если вас интересует только университетская библиотека онлайн, туда просто не смотрите, это меню перехода между нашими разными проектами. Перечислю эти проекты, это интернет-магазин электронных книг, где можно купить книги, в том числе и такие же, как в университетской библиотеке онлайн, для личного частного применения, для скачки. то есть если в университетской библиотеке онлайн книги представлены онлайн, их можно читать онлайн, то в интернет-магазине это традиционное, ну, примерно, как Литрес и другие магазины, вам поставляются книги в форматах PDF, FB2 и так далее, их можно скачать и читать. Арт-портал, о нем я немножко буду говорить в конце. Бизнес-библиотека, ну, это такой вариант EBS для корпораций, ну, в частности, у нас бизнес-библиотекой пользуются такие уважаемые компании, как Газпром, не помню, какие-то еще у нас были такие уважаемые компании, но сейчас у меня что-то не вспомнилось. Вот энциклопедиум, о нем я тоже буду говорить подробнее в конце, школьный портал, библиошкола, портал, о котором у нас будет отдельный вебинар, это сокращенная и дополненная, с одной стороны сокращенная, с другой стороны дополненная версия нашей EBS для школ, библиотека Nonfiction, это тоже вариант нашей EBS для публичных библиотек, по этому поводу у нас тоже будут отдельные вебинары, ну и наконец Direct Academy, это переход на наш сайт, собственно, о котором я вам уже говорил в самом начале нашего вебинара. Вторая область, область переключения языков, и обращаю ваше внимание, так, сейчас я включу рисовалку, чтобы мне удобнее было рисовать поверх экрана, вот обращаю внимание на вот эту вот область в виде глазика, это переход к контрастной схеме дизайна для плохо видящих, разумеется, не для совсем слепых, а для плохо видящих, которые видят, но не очень четко, и для них переход к контрастной схеме, где все немножечко крупнее и очень контрастно, без всяких вот этих серых тонов, является возможностью пользоваться нашей электронной библиотекой. Третья область, это область поиска, о ней мы поговорим отдельно сегодня, но хотел бы отметить, что ее, наверное, стоило бы отметить номером один, ну, я шел сверху вниз, поэтому номера немножко по-другому, с точки зрения важности, это номер один. я вот думаю, что если среди нас сейчас присутствуют библиотекари, то да и вообще вот для нашего поколения, может быть, привыкшего работать в библиотеках, обычный каталог является, ну, разные виды каталогов являются, может быть, до сих пор ведущим способом нахождения информации, ну, хотя для меня нет. Что касается нашего нового поколения, к которому все наши студенты относятся, ну, я думаю, что и молодые преподаватели тоже, для них поиск является едва ли не единственным способом доступа к информации, и наши студенты, если что-то не найдут в поиске, то они могут уже и не дойти до каталога и просто не начать в нем копаться, потому что зачем? Вот поиск, я в нем не нашел, значит, ничего нет. Вот мы понимаем важность поиска, вынесли его на самый верх сайта, он у нас бывает как обычный, так и расширенный, и над этой функцией мы работаем достаточно давно и пытаемся ее улучшать, это у нас находится в приоритетах. Вот, поэтому, если будете вашим студентам объяснять, как пользоваться, вот можно начинать прямо отсюда, все остальное их мало касается на самом деле. Четвертый пункт, это пункт перехода собственно к своему личному кабинету, где вы можете перейти к тем функциям, где сохраняются некоторые ваши настройки, и ваша книжная полка, на которой вы историю чтения, что вы читали, чтобы обратиться к книжкам, которые вы читали, там же находятся ваши цитаты сохраненные, ваши поисковые выборки, о которых мы говорили, ну и кроме того, преподаватели там могут посмотреть свой индекс цитирования и еще некоторые вещи делать совместно с библиотекарями, например, участвовать в книгообеспеченности. Пятый пункт, это наш новый каталог, о нем я сегодня еще поговорю, ну и шестой пункт, это настройки этого каталога, пятый пункт, это на самом деле внутреннее меню, в котором каталог занимает основное место, вот он слева находится, остальные пункты, это переход на наши другие области ЭБС, такие как переход к издательским коллекциям, просмотр периодики, переход к разделу мультимедиа, переход в ВКР репозиторий, там где ваши студенты могут закачивать свои ВКР, проверять их, и ВУЗ может устроить там хранилище ВКР, ну и прочие сервисы. Давайте перелеснем чуть дальше страницу нашего сайта, дальше идут наши сервисы, которыми мы занимаемся отдельно или совместно с какими-то компаниями, вот сервис English Direct, обучение английскому языку, у нас были по этому поводу отдельные вебинары, сейчас не буду останавливаться, сервис антиплогиад, который интегрирован с нашим ВКР репозиторием, опять наша Direct Academy, о которой я не буду говорить, это мы сейчас вот с вами находимся в ней, ресурсный центр иностранных языков и другой важной литературы, о ней тоже у нас был отдельный вебинар, раздел именитые ученые и писатели, это раздел в котором биобиблиографический раздел, в котором есть биографии ведущих ученых и авторов и их библиография, включая прямой доступ к тем произведениям, которые в нашей ЭБС есть, этих именитых ученых и авторов. Ну и наконец раздел мои научные интересы, где преподаватели могут вести, получить информацию по своим интересам и здесь действует интересный принцип, во-первых, вы можете настроить свои собственные теги, чтобы все новинки по по этим ключевым словам в этом разделе для вас показывались, во-вторых, вы можете включить режим автосопровождения, это такой режим немножко искусственного интеллекта, что ли, который за вами следит и смотрит, какие вы книжки читаете и по уже прочитанной литературе пытается подобрать, угадать ваши интересы и подгадать те книги, которые вам предложить для чтения. Мотаем еще дальше и видим две строки, последние читаемые вами книги и новинки ЭБС, то есть книга, когда попадает в ЭБС, она сразу попадает на нашу главную страницу, некоторое время на ней держится вот в этой строке, во второй вот этой строке. Ну и перелистывая наконец в конец нашего сайта в подвал мы видим наши новости, где мы пытаемся рассказать о новостях нашей компании и о том, что происходит внутри ЭБС. Ну и наконец внизу подвал с самым подробным меню, где есть пункты, в которые можно попасть только через это меню, ну редкие достаточно пункты, там help наш хранится, информация о нашей системе, можно перейти к издательской галереи, наши контакты, там и многие многие другие вещи. Ну вот собственно обзор главной страницы мы закончили, теперь перейдем ко второй по важности, это не страница, это такое скажем так разделчик или окошко, как угодно. После того, как вы нашли какую-то книжку и нажали на ее обложку или нажали на ссылку с ее названием, вы пока еще не попадаете в чтение, а попадаете на страницу предпросмотра. Вот видите, она такая достаточно, если говорить не о странице предпросмотра, а об области предпросмотра, это вот эта вот область, вот она такими вот ее габариты. Как видим, здесь много информации, которую можно сразу читать без кликов дополнительных и и много много ссылок. Вот ссылки на дисциплину, ссылки на жанры, ссылки, ну давайте я буду отмечать, на дисциплину. Соответственно, клик клик по этой дисциплине вызовет те те учебные издания, которые в данную дисциплину входят еще в наш ЭБС. жанр, если вас интересует, что еще входит в этот жанр, можно кликнуть. Издательство, опять же, все издания данного издательства можно посмотреть, если кликнуть сюда. Дальше информация об объеме, там дополнительная информация, УДК, ИСН, АСБН, прошу прощения, это некликабельная информация. Дальше есть кнопка выберите действие, ее мы сегодня рассматривать не будем. Тут можно книгу положить для дальнейшего чтения, отобрать, можно перенести ее в книгообеспеченность, если вы преподаватель или библиотекарь, можно ее параметры сохранить в виде Русмарк и многие другие действия. Главная кнопка это читать онлайн, собственно по этой кнопке вы переходите к чтению. А дальше еще три вкладки библиографическое описание, аннотация и содержание. Библиографическое описание вот оно снизу и это очень классная возможность, которая позволяет, которая вообще говоря увеличивает ссылочный метаболизм что ли. То есть позволяет изданиям получать больше ссылок, чтобы на них больше ссылались в своих работах молодые ученые, студенты, аспиранты и так далее. Ну, собственно, об этом чуть-чуть попозже. Отдельно у меня есть слайд. Ну, еще можно посмотреть аннотацию из книги, кликнув по аннотации вот здесь вот. Ну, и можно посмотреть оглавление, нажав на содержание. Почему это важно иметь прямо здесь на главной странице? Прошу прощения, ну, назовем это главной страницей книги или страницей предпросмотра книги? Потому что это информация на один клик ближе к вам, чем информация с самой книгой. Как известно, количество людей, дошедших до какой-то информации, оно экспоненциально уменьшается по мере ухода, по мере количества кликов от главной страницы. Вот это на один клик ближе, соответственно, эта информация ближе к вам. Ну, и такие вещи, как аннотация, содержание, они могут вам понадобиться даже в том случае, если вы потом книгу не будете читать. Ну, например, посмотрев содержание, вы можете принять, вот вы выбрали эту книгу, но еще не знаете, она нужна вам или нет. Почитав аннотацию, вы уже прикинули. Да, наверное, что-то надо. Почитав содержание, то есть оглавление всех, состав всех глав, вы уже точно понимаете, что в эту книгу входит, и более того, вы понимаете, что можно сразу перейти к пятой главе и начать читать с пятой главы, вместо того, чтобы открыть книгу и начать ее листать. Вот почему это важно на первой странице, на странице предпросмотра разместить эту информацию. после нажатия на вот эту главную кнопку читать, мы попадаем в читалку. Если читалка неудобная, то это почти для EBS очень плохо, потому что цель-то, собственно, в конце концов, не побоюсь этого слова, заманить конечного потребителя именно на эту страницу, чтобы ему было удобно читать и дальше чтобы он читал, чтобы он быстро нашел, а потом долго читал, потому что именно чтение является конечной целью. Ну вот она, читалка, которая, как мне кажется, интуитивно понятно, что здесь происходит, тем не менее попытаюсь объяснить. Несколько, вот здесь я обозначил пять областей с интерфейсом. Первая область удобно располагает книгу на вашем экране. Это область увеличения и уменьшения формата и по дальнейшим последующим кнопкам можно разверстать книгу либо по ширине вашего формата, либо по чтобы целиком страница входила на вашу на ваш экран. На ваш экран или замечу либо на ваш гаджет. Вот это вот важная вещь. Наша читалка, новая наша читалка, которая появилась полгода как примерно, она унифицирована для всех устройств. На больших компьютерах и на гаджетах она выглядит абсолютно одинаково. вторая область это область перехода на удобную страницу и листания. Вперед назад на конкретную страницу в начало книги, в конец книги. Ну еще здесь не показано, есть еще движок, которым тоже можно пользоваться для того, чтобы листать по переходить напрямую по книге. Третья область вот тут есть очень интересный пункт, вот этот вот я галочкой его отмечу, мало где есть, ну не побоюсь сказать, что в EBS наверное нигде его нету и мало в каких библиотеках это есть. Это возможность вставить до трех страниц из любой книги ваш открытый продукт. на ваш сайт, ваш учебный курс, ваш блог или в любое другое место, где интерфейс позволяет вставить HTML-код. Что происходит? Это абсолютно легальный способ создания производных произведений из книг, которые располагаются в нашей электронной библиотеке. почему абсолютно легальный? Потому что вставляется не информация, не происходит перепубликации, а вставляется вот эта вот самая читалка, внутри которой уже располагаются те три страницы, ну или меньше, которые вы выбрали из книги. Да, таких действий можно сделать бесконечное количество раз, то есть собрать необходимое количество цитирований из книги, какое вам надо. вот почему это легальный способ, потому что раз вставляется читалка, значит вставляется весь ее функционал вместе с функционалом счетчика, счетчика чтения страниц. Этот счетчик потом доступен авторам, если книжка является правной, то автор все равно получит свои деньги за то, что вы читали эту книгу, где вы ее будете читать внутри нашей ЭБС, или она будет вставлена в ваши ресурсы, все равно он свои деньги получит. Поэтому это легальный, абсолютно легальный способ. Дальше буковка Т, это посмотреть текстовый слой. Текстовый слой, это вот то, что вы сейчас видите, это верстанный слой, текстовый слой, один только текст, который можно копипейстом, одну страничку к себе перенести, например, вот, и что-то там с ним делать. Дальше возможность распечатать некоторое количество страниц, и возможность забрать до 10, вот последняя кнопка, до 10 процентов текста книги в виде PDF-файла. Для личного чтения, обращаю ваше внимание, разумеется, 10 процентов, да, 10 процентов вы можете брать один раз в вашу сессию работы с электронной библиотекой. Эти 10 процентов вы можете распечатать, можете читать, но не можете перепубликовывать, то есть у вас нет права на перепубликацию, то, что вы получили этот кусочек, не значит, что его можно перепубликовывать, но для личных целей можете вполне использовать. Ну, и последнее это поиск по тексту данной книги, в данном случае это поиск по тексту только книги, ну, и закрыть читалку. Когда нажимаете на эту кнопку, там можно отметить с какой страницы и по какую, если не изменяет память. Вот, если эту кнопку не переделали в последний момент, то это именно так. Вот, ну, и нижняя часть, это формирование закладок, формирование цитат, из которых потом можно сделать свое собственное реферат и каким-то образом распечатать его. Причем это можно сделать без варда прямо внутри нашей ЭБС. Ну, я не думаю, что это очень уж так будет востребовано. Почти у всех есть какой-то редактор на компьютере. Вот, но, тем не менее, такая возможность есть. Ну, и возможность составить отзыв о книге, который будет, отзывы все агрегируются вместе с книгой. Так, в арт-портале можно зарегистрироваться без договора оплаты за пользование материалами. Состоялся очень интересный вебинар, но не поняла орг вопросов, не имею ввиду платные подписки. Да, там можно зарегистрироваться, насколько я помню, бесплатно. У нас будет вебинар по арт-порталу. Давайте я вам его тоже скину. одну минутку, арт-портал, 25 декабря у нас будет этот вебинар и вот вам информация о нем. Я постараюсь рассказать, тоже я буду вести этот вебинар и постараюсь рассказать о тех организационных моментах, которые возникнут. Я просто уточню, эти организационные моменты, они время от времени изменяются и укажу подробную информацию о том, как это будет на момент чтения вебинара. Идем дальше. С читалкой более-менее все понятно. Вот так читалка выглядит на гаджете. Как видим, за исключением продвинутых кнопочек выглядит все абсолютно так же. и возвращаясь к библиографическому описанию на странице предпросмотра. Библиографическое описание, что оно позволяет, почему это так важно? На самом деле это описание очень важно не только для студентов, которым надо свои рефераты писать, а они не знают, как делать списки литературы и так далее. Это важно и молодым ученым, и аспирантам, ну, даже, может быть, и продвинутым ученым тоже, которым лень самим формировать эти записи. Дело в том, что библиография это достаточно сложная наука, и ученые специально посвящают часть своего времени тому, чтобы научиться правильно ссылаться на источники. Это большая премудрость. я помню, когда я работал 20 лет назад в университете печати, мы там делали электронное издание по учебнику общая библиография. Это был учебник размером в 700 страниц, университет, и это был предмет, который профильные студенты, то есть студенты, редакторы и книговеды с ужасом просто воспринимали, потому что сдать его было почти невозможно. Это был очень сложный предмет. Что уж говорить о студентах третьекурсниках или четвертого курса, о молодых аспирантах, для которых это просто поначалу очень сложно. И возможность просто так взять копипейстом информацию о книге для них очень важна, просто потому что часто люди не ссылаются на какую-то книгу, потому что чисто технически они бы может быть сослались на 20 источников, но чисто технически им это трудно, это занимает у них много времени, в результате они ссылаются на 3 источника и уменьшают вот этот самый ссылочный метаболизм, то есть сокращают ту цитируемость, которую могла бы иметь ваша книга, если все на нее сослались, кто хотел бы. Вот преодоление этого технического момента для преодоления и есть вот это библиографическое описание, которое в один клик можно скачать и которое публикуется не на этапе чтения книги, а еще раньше на этапе просмотра предпросмотра этой книги. Что еще тут есть, если чуть-чуть дальше перемотать нашу страницу предпросмотра, есть еще такая кнопочка, которая называется список литературы, ну практически для всех новых книг, где есть конечно свои списки литературы, можно получить примерно такие же описания, ну не такие же, а такие, как в книге они есть, на ту литературу, на которую в этой книге ссылается. Опять же, это полезно для того же самого момента, то есть можно копипейстом взять этот источник и поместить к себе, смысл его примерно тот же. Вот так это выглядит, да, вот список литературы, который приведен в данной книге, вот эта книга английский язык для неязыковых факультетов, и в ней вот такие вот есть книги. Если кому-то интересно, можно перенести одну из книг из списка литературы этой книги к себе в свой документ. Ну, и сейчас поговорим о нашем каталоге. Те преобразования, которые в нем произошли, они достаточно интересные. Теперь у нас каталог состоит из трех частей. Это предметный рубрикатор ББК, он такой наиболее глубоко проработанный, дифферсифицированный классификатор, привычный для библиотекарей. Далее рубрикатор УГС или УГСН, укропленных групп специальностей и направлений подготовки, это рубрикатор специально для поиска учебной литературы. Дело в том, что поиск литературы по рубрикатору в ЭБС имеет особенности. Все-таки ЭБС это не просто библиотека, а библиотека для студентов, и поэтому те учебные издания, которые необходимо рубрицировать, имеет смысл рубрицировать не только традиционным способом, но также специальным способом, удобным для обучения, в частности, находя нужную дисциплину. ну и традиционный предметный рубрикатор, который объединяет все книги, включая ну вообще все те сто с лишним тысяч книг, включая неправную литературу, классику и так далее, позволяет охватить все количественные особенности нашей ЭБС. А вот интеграция всех этих трех видов каталогов дает наиболее богатую возможность для подбора литературы. Как выглядит этот каталог? Вот каталог в настоящий момент он отщелкивающийся такой, то есть это первая кнопка или первая вкладка на нашем меню, и когда на нее нажимаешь, вот эти три варианта и выскакивает ББК, УГС или разделы. И соответственно вот в нижней части, вот здесь вот вниз, дальше эти все разделы и появляются. Этот вид каталога и появляется. Что в этом каталоге еще можно сделать? Вот например здесь это достаточно продвинутый каталог, вот например здесь мы выбрали УГС, здесь они вот появились, эти УГСы, и появилось ряд фильтров, которые можно выбрать. Например, здесь я вот, да, и эти фильтры появляются здесь вот в виде вот таких вот складочек, что ли, или тегов, вот в виде таких тегов, которые между собой взаимодействуют. То есть вот все эти теги, они взаимодействуют друг с другом по закону И, то есть логическому закону И, то есть в данном случае наложен фильтр учебные издания, только учебные издания, только для бакалавриата и только для дисциплины алгебра и теории чисел. Вот такой набор фильтров, который позволяет сократить из 100 тысяч книг до 9 книг и дальше уже эти 9 книг вполне можно это уже вполне обозримый список, с которым можно работать. По идеологии к каталогу примыкает наш новый библиографический поиск, который создан под учебный процесс, позволяет найти учебники для чтения. Учебники, учебные пособия, все, что нужно для учения. Если старый поиск был больше нацелен на исследовательский процесс, то есть на поиск как таковой во всей ЭБС, то теперь поиск больше нацелен на обучение. Новый поиск позволяет фильтровать контент по уровням образования, типам издания, ББК, УГС и так далее. А в результате этого релевантность поиска для учения, собственно, для удобства библиотекарей, которые, ну не только библиотекарей, конечно, и студентов, все-таки особенность ЭБС заключается в том, что в поиске в основном возникают запросы по учебным изданиям. И не учитывать это в релевантности невозможно. То есть, если это мы не учитываем, мы не учитываем потребности наших конечных потребителей. В данном случае мы это учитываем. И происходит вот такой вот, если мы включаем расширенный поиск, но если мы расширенный поиск не включаем, то просто мы полагаемся на релевантность, вываливается сразу список, и в нем начинаем искать. Релевантность построена тоже так, что в первых строках должны быть по возможности именно то, что студент ищет, студент или преподаватель. Ну, если вы полагаетесь больше на свои, все-таки всегда список выдачи такой достаточно длинная колбаса, в которой сотни изданий. Если у вас достаточно общие слова для поиска, а расширенный поиск позволяет сразу задать некоторое количество фильтров. И здесь фильтры примерно такие же, как в каталоге. Это авторы, ББК, УГСН, включая дисциплины, тип издания, уровень образования, можно отдельно по издательствам искать, по году издания. Раньше у нас, кстати, годы издания по-другому. Сейчас я подробнее вам покажу это. Итак, вот он расширенный поиск. И видите, в виде теков тут представлены различные фильтры. Фильтры, кстати, можно комплексировать, как я уже сказал, между вертикальными строками, а вот еще есть год издания, начиная по вертикали они друг с другом логические по закону и комплексируются, а вот еще один момент, по горизонтали они друг с другом комплексируются по закону или. На самом деле это интуитивно понятно, просто наверное, как я сейчас объясняю, это немножко заумно. На самом деле вы, например, можете здесь выбрать не один выбор, например, не только бакалавриат, но и магистратуру, она здесь появится рядом, тег, это означает, что вы ищете бакалавриат или магистратуру, то есть вот здесь по горизонтали действует логический закон или, а по вертикали и. Ну и единственное отсюда исключение это год издания с, здесь можно выбрать только один с, то есть нельзя одновременно год издания выбрать с 2015 года и с 952 например, это противоречивые логические требования, вот поэтому здесь можно выбрать только один фильтр. Вот таким вот набором фильтров можно сразу сильно облегчить себе жизнь и сократить список поиска до приемлемого уровня в несколько единиц или в крайнем случае несколько десятков единиц. Да, ну вот здесь показан процесс выбора например УГСН тут не просто выбор из списка, а еще из иерархического списка вот такого вот видим здесь выбор например прикладная математика и информатика ну вот здесь типы издания учебные а другие выборы это справочные научные производственно практические нормативно нормативные производственно практические издания можно выбрать любой из этих вариантов выбор года издания здесь мы видим вот раньше у нас это было реализовано несколько сложнее в виде такой оси времени с двумя с двумя движками ну это оказалось несколько усложнено и на самом деле по какой год очень редко надо как правило надо искать самые новые поэтому вот сделано год издания с ну и я хотел бы отметить что после того как поиск произведен вы можете наложить дополнительные фильтры уже на то что найдено и вот они эти дополнительные фильтры вот какой-то какие-то найденные 83 документа и из них вы видите что эти 83 документа 10 разных авторов можете выбрать любого из этих авторов и сократить соответственно вот этот с 83 до какой-то другой величины 10 различных издателей 5 различных ну в данном случае не дат а годов изданий 10 различных дисциплин вот сейчас мы видим что произведен поиск и в нем присутствуют учебные издания из математика программирования информатика и так далее вот они входят вот в эту линейку и 4 различных жанров и можно наложить любой из этих фильтров дополнительно и уже после произведения поиска ну все с основным функционалом мы разобрались давайте теперь посмотрим такой функционал как поисковые выборки поисковые выборки я очень люблю этот функционал на самом деле и этот это тот функционал который входит ваш личный кабинет то есть ваши поисковые выборки это ваши личные поисковые выборки никому больше они не нужны в процессе поиска вы можете ставить галочки но здесь это не показано это достаточно простая процедура ставить галочки слева от тех книг которые вы хотите потом подробнее посмотреть зачем это надо дело в том что когда вы все-таки ищете это такой творческий процесс сначала вы отбираете а читаете это потом читаете потом наверное на порядок меньше количества книг чем отобрали первоначально поэтому процесс поиска его не стоит прерывать на чтение имеет смысл сначала отобрать книги для чтения а потом каждую из них начать читать и смотреть нужна или нет если нет выкинули списка если нужна можно уже читать а куда агрегировать эти найденные книги вот сюда в поисковые выборки поисковые выборки они хранятся в вашем личном кабинете на вкладке мои события напоминаю что личный кабинет не буду сейчас откатываться к нашей первой или там одному из первых слайдов где я показывал что вот здесь наверху есть там где написано ваша фамилия имя отчество как логин ваш есть такой треугольничек не знаю получится ли у меня нарисовать он конечно гораздо меньше вот такой треугольничек когда вы на него нажимаете вы можете перейти на свои личные настройки и вот они эти ваши личные настройки в них есть вкладка мои события и на этой вкладке есть подвкладка поисковые выборки вот и вот здесь как раз хранятся ваши поисковые выборки которые вы именуете если вам необходимо внутри этих выборок как раз располагаются списки кликабельные из которых вы можете потом прочитать вот собственно и весь функционал поисковых выборок при необходимости можете удалить книжку с поисковой выборки удалить саму поисковую выборку и так далее очень удобный инструмент который позволяет вам находить то что надо оптимизирует ваши поисковые работы ну и что еще хотелось бы сказать у нас есть мобильные платформы вы можете читать ну и вообще производить работы вбс на своих гаджетах любого размера можете делать это двумя способами при помощи мобильного сайта или полноценного приложения которое бесплатно можете приобрести в соответствующих мобильных магазинах андроида или айос ну и вот так примерно выглядит в google play наша мобильная платформа где можно нажать на кнопочку установить у меня уже установлено вот читалка вот это внешний вид оффлайн 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 на какое-то время скачивается потом пропадает это все в оффлайне в основном в основном в онлайне вообще отсутствие полноценного чтения в оффлайне это требование правообладателей они не верят что конечный читатель не обойдет их авторские права поэтому к этому очень так аккуратно все относятся ЭБС и им просто не позволено это делать в полном объеме следующий наш проект который интересен конечным нашим слушателям это артпортал который как я уже говорил является практически бесплатным за исключением некоторых своих функций на артпортале у нас агрегировано здесь я не писал потом когда будет по артпорталу вебинар подробно расскажу более 65 тысяч различных арт-объектов изображений с хорошими описаниями в хорошем качестве различные мультимедийные возможности есть вот недавно был вебинар по арт-хронографу на этой же неделе у нас это одна из функций арт-портала есть возможность арт-отеки ну вот это правда уже подписная возможность три раза в месяц у нас выходит новый арт-проект в котором мы подробно рассматриваем какую-то тему от определенного жанра искусства до сужая до определенного художника или архитектора определенного музея и самое узкое сужение но самое подробное это сужение до одного произведения ряд наших арт-проектов является вот такими вот интерактивными путешествиями по определенным полотнам великим вот например путешествия по явлению Христу народу Иванова полотну Иванова великому где подробно рассмотрен каждый персонаж каждая мелочь на этом издании около 50 слайдов отдельных с приближением большим вот здесь вы видите кусочек исходного полотна здесь дополнительную информацию в данном случае это не столько текст сколько дополнительная картинка это ну известно что Иванов сделал более 400 эскизов к данному полотну который потом часть из них реализовал на этих идей реализовал на данном полотне ну в данном случае мы видим что вот эта фигура не вошла а вот эта вот фигура почти один в один была реализована вот здесь вот она вот эта фигура вот мне кажется это такие наиболее продвинутые наши арт проекты и их наиболее интересно смотреть кстати часть этих проектов является бесплатными кстати давайте я сейчас вам ссылочку на вот это вот на вот это дам на этот проект он бесплатный можете его посмотреть прямо сейчас только вам придется подождать я надеюсь примерно полминуты явление христа народу я сначала не собирался вам его показывать но вот логика подвела к тому одну минутку сейчас мне его надо найти вот явление христа народу и вот он этот проект беру ссылочку на него и вот посмотрите на досуге я надеюсь вам вам этот проект понравится вот ну и наконец наш абсолютно открытый проект энциклопедиум по сути дело это собрание всех справочников и энциклопедий которые у нас есть в ВБС и вынесение их в совершенно бесплатный свободный доступ вот где можно с ними познакомиться вот на этом вот по этой ссылке можете эту ссылку кому угодно давать и это такой набор справочников вот конечно трудно тягаться с той же Википедии по количеству статей и по качеству освещения особенно по актуальности да но тем не менее некий особый интерес здесь представлены только опубликованные издания то есть ну по крайней мере по достоверности тягаться с Википедией вполне возможно тоже огромный объем энциклопедической справочной информации на этом портале у Википедии есть масса проблем но на самом деле нельзя не отметить что это лучший энциклопедический источник и ничего лучше больше не будет просто ну нет в частной области всегда можно сделать что-то общее ну вот проект русский прошу прощения прошу прощения российская энциклопедия господи как он назывался большая российская энциклопедия показал что ну в общем гора родила мышь их новые издания там всего лишь если не изменяет память 70 или 80 тысяч статей то есть меньше чем в Брагаузе и Фроне меньше чем в большой советской энциклопедии деньги кончились и они быстренько быстренько завершили это ну невозможно в современном мире делать традиционную энциклопедию традиционные энциклопедии по большей части прекратили свое существование потому что актуальность сейчас важнее чем точность да и точность достаточно сложно в при количестве статей 100 тысяч это достойный уровень да меньше это не очень достойный уровень вот соблюсти очень очень сложно ну к тому же Википедия ведь имеет и другие разделы другие языковые разделы где в случае неточности можно уточнить например в англоязычном разделе в котором более 5 миллиона статей в русскоязычном примерно полтора миллиона статей чуть больше тоже достойный вполне раздел но английский конечно гораздо сильнее вот можно уточнить там вот ну тем не менее возвращаясь к энциклопедиуму это тоже достаточно достойный источник в котором можно поискать по уже опубликованным справочникам и энциклопедиям и в некотором смысле можно быть уверенным что достоверность этой информации она будет выше чем в Википедии вот хотя конечно актуальность будет ниже вот вот наверное в целом и все да ну вот тут нет ну полтора миллиона на самом деле после чистки это немножко преувеличено это у меня немножко старый слайд но около миллиона словарных статей с повторениями конечно в разных изданиях там есть вот собственно и все что я сегодня вам хотел сказать кажется всю дополнительную информацию я в чате тоже разместил мне осталось последнее действие я сейчас выдам сертификаты и для тех кто имеет желание их приобрести дам ссылку на их на то где можно их приобрести и так сейчас я сохраняю файлик в настоящий момент я нахожусь в другой вкладке и просто голосом вам чтобы вы не скучали голосом дублирую то что я делаю так как у меня помощника нет который бы это сделал обычно это я сам и делаю на других вебинарах то и сейчас это должен делать я лично так загружаю этот файл в сервис выдачи закачиваем информацию все выделяю выдаю ну и дополнительно посылаю вам на почту уведомления и так теперь мне осталось только разместить вот эту вот ссылку которую я тоже дублирую размещаю ссылку в чате о хороший вопрос да сейчас я прокомментирую ссылку уважаемые участники итак сертификаты выданы и те кто хочет приобрести может приобрести вот по этой ссылке там открывается поле поиска в этом поле поиска вы можете найти себя либо по фамилии имени по любому сочетанию букв оттуда либо лучше по электронной почте под которой вы зарегистрировались после этого открывается список вебинаров которые вы посетили в этом списке можете выбрать сегодняшний вебинар перейти туда появляется кнопка оплатить после перехода в яндекс кассу вы оплачиваете 199 рублей и тут же снова на этой же страничке снова себя находите этот вебинар и эта кнопка оплатить превращается в кнопку скачать все все действия которые можно сделать в течение минуты либо в любой другой момент после посещения вебинара теперь хороший вопрос чем отличается от академика ну отличается прежде всего тем что у нас все права куплены то есть мы имеем право это делать а вот академик это академик ру при всей полезности я конечно понимаю это чисто пиратское издание то есть там находятся правные энциклопедии которые на самом деле возражают против этого вот ну с ними так особенно никто не борется может быть и борется просто я об этом не знаю ну просто знайте что академик академик ру это это пиратский пиратский сайт ну он еще и википедию пиратит ко всему прочему не соблюдая даже правила свободной лицензии под которой википедия хранится то есть по хорошему он должен был в конце каждой страницы написать что эта информация взята отсюда и отсюда там с указанием свободной лицензии он даже этого не делает вот ну вот примерно так ну что ж я считаю что давайте еще минуту я вам дам на задание на первоисточники нет ссылок но первоисточники иногда просто печатные на них по-моему в каком-то виде все-таки ссылки есть не знаю насколько они хороши с точки давно я там не был честно говоря с точки зрения библиографического описания полного по-моему тоже нет ну понять откуда это можно да вот по крайней мере а вот ссылок если есть такой материал в онлайне где-то параллельно по-моему тоже у них нет вот ну что ж наверное наверное на сегодня тогда все жду еще примерно полминуты если вопросов не будет то на этом сегодняшний вебинар будет закончен кажется всю дополнительную информацию по тем вебинарам которые у нас будут проходить я уже дал пролистайте чат может быть на какие-то еще вебинары вы захотите зарегистрироваться напоминаю что все вебинары Директ Академии бесплатны для посещения пользуйтесь этим каждый день у нас проходит один а то и два вебинара это огромная возможность пользуйтесь этой возможностью и увеличивайте свои знания в различных областях ну что ж всего доброго до новых встреч Директ Академии до новых встреч 2 3 до новых встреч у и директ Академии п нас до новых встреч Продолжение следует...